Друзья, сегодня у нас очередной экспериментальный и довольно насыщенный выпуск, ведь мы будем сравнивать бензиновые и электрические двигатели одной мощности. Поехали! Как вы помните, не так давно мы собрали мини-пикап-язаки на таких достаточно больших колесах. И самое интересное, что мотор тут стоит от мотоблока, который по сути-то тянет, но не так, как нам хотелось бы. Поэтому встал вопрос с выбором нового двигателя. При этом многие в комментариях писали, что хотели бы видеть эту аку с электромотором. Так вот и возникла мысль сравнить, как поедет авто на Томми на другом двигателе. Тем более сейчас выпал снег и условия, скажем так, немного изменились. Так что для начала выезжаем на мотоблочном и делаем замер по максимальной скорости. На ДВС, конечно, есть один большой плюс. Это мощный звук выхлопа. Хотя сюда это, наверное, не относится. В общем, по снегу на четвертой передаче с мотоблочным двигателем нам удалось разогнать аку до 17 километров в час. Ну, это с ограничителем. Без него акушка пошла 20 километров в час. Но вот по глубокому снегу она тянет только на второй передаче. На третьей мощности уже не хватает. Я это про то, что передаточное число на более скоростное поменять не получится, потому что она на низах совсем перестанет тянуть. Машина у нас хоть и относительно легкая, но все равно это машина и большой кузов. А точнее, по нашим расчетам, ее вес на данный момент где-то 500 килограмм. И для мотоблочного мотора понятное дело, что она тяжеловата. Поэтому загоняем ее обратно в гараж на переделку. К счастью, у нас тут сделано все так, что мотор легко достается. Ну, почти. В общем, мотоблочный двигатель сняли и можно ставить электро. У меня как раз появился новый мотор, причем такой, который еще никогда не было. То есть, самый современный синхронный двигатель, у которого КПД 91%. Так, для понимания, вот на этом двигателе от мотоблока КПД всего 25%. Мощность у них примерно одинаковая, но вот на практике, мне кажется, что они покажут себя совершенно по-разному. Знаю, что многие любят ставить именно бензинки на свои самоделки. Но, думаю, пришло время рассмотреть все варианты. Тем более, сейчас все стало доступно, не нужно ничего искать и разбираться в электрике. Вот, например, компания Golden Motor может подобрать и запрограммировать для вас все комплектующие. Нужно будет лишь подключить питание и все заработает. Причем плавно и бесшумно. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, то там работает горячая линия и вас полностью проконсультируют в подключении. Ну, или в других вопросах, связанных с контроллером, электродвигателем, ну, либо батареей. Мотор, кстати, тут довольно продуманный. Точнее, даже все управление в целом. Ведь если начинается перегрев, то он просто переходит в чудящий режим работы и, соответственно, сбрасывает температуру. Получается, это довольно удобно. Ведь можно смело гонять и даже не задумываться по этому поводу. Также обратите внимание, что этот мотор довольно легкий. Хотя в номинале выдает 3 кВт. Вот они, современные технологии. А не как раньше. Подобные мощности двигатель весил около 100 кг. У меня, кстати, часто спрашивают, где купить моторы, контроллеры, как это все правильно подключить. Так вот вам решение. Golden Motor. Тут все в одном месте. Пожалуйста, пользуйтесь. Подберут и двигатель под вашей задачей, и контроллер. Все запрограммируют и помогут подключить. Ссылку, конечно, оставлю в описании под видео. Там много всего интересного и полезного. Надеюсь, сейчас вы тоже займетесь подобными электросамоделками. Ведь вместе это делать проще и веселее. Итак, для начала нам необходимо изготовить крепежную пластину. Как всегда, делаем шаблон из бумаги, а потом переносим это все на металл. Таким образом, получается, все довольно точно и быстро. Также необходимо изготовить дополнительную опорную втулку для звездочки, чтобы не нагружать сильно подшипники двигателя. Без токарных работ тут, конечно, не обойтись. В итоге получился вот такой переходник. Сейчас можно мерить цепь и выставлять в нужное положение мотор. После прихватываем основной крепеж, который в дальнейшем еще немного усилим. Также нужна площадка для опорного подшипника. Тут, конечно, все проще некуда. Нужны два отверстия и немного сварочных работ. Следующий этап – это установка новой педали газа. Удобно то, что она универсальная и ставится с любой стороны и под любой угол. Далее втыкаем батарейку и подключаем контроллер. Тут, опять же, все по цветам и что-либо перепутать очень сложно. Сергей запомнил, что затягивать контакты на батарее нужно только вот этим ключом. Это потому что закаленный ключ, вот тут видно, боевой ключ. Поэтому контакты тянем только им. В итоге первый пуск прошел успешно. Вот только опять разочарование в цепной передаче, ведь она очень шумная. Ну, это ладно. В общем, первый выезд у нас состоялся, как всегда, ночью. Из-за меры мы пока что делать не стали. Однако, по ощущениям, это совершенно другая техника. Мощности в этом двигателе точно больше, чем в мотоблочном. Но, опять же, есть определенные минусы. На четвертый, думаешь, быстрее не поедет? Поедет. Поедет, наверное. Ну, полтинник не больше. По трассе надо проверять, да? Да, мне кажется, здесь можно. Сейчас машина вот уедет, и вот тут-то нет. На замеры мы поехали уже только на следующий день. Вот только в гаражах мне удалось полноценно разогнаться лишь на третьей передаче. Четвертую тут включать просто негде. Но даже так у нас скорость получилась 26 км в час. И это с учетом того, что ехали мы по снегу, где с нашей резиной зацеп просто отсутствует. Но даже так этот маленький моторчик тащит машину весом в полтонны, при этом проворачивая под собой колеса. А еще способен полноценно съезжать с места и двигаться сразу с четвертой передачи. Вывод тут следующий. Данный мотор для автомобиля не очень подходит, ведь скорости хотелось бы еще больше. Однако, если поставить такой мотор на мотоцикл, квадроцикл или какую-то другую легкую технику, то получится просто пушка. Чем, думаю, мы с вами очень скоро займемся. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Ну и конечно ставьте палец вверх, если вам нравятся подобные темы. Ну а с вами, как обычно, был Денис Механик. Спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Денис Механик. Субтитры сделал DimaTorzok Денис Механик. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...